Наиболее спорным методом оценки персонала является стресс-интервью. Некоторые крупные работодатели активно проводятся соискателями стресс-интервью, потому что они ведут агрессивную политику по завоеванию рынка и им нужны зубастые менеджеры по продажам и другие специалисты. Поэтому с первых минут презентации кандидата она начинает распространяться о его некомпетентности как специалиста, закидывать малопонятными терминами и обсуждать его внешность и манеру говорить. Если человек растерялся или обиделся, значит он не выдержал испытания. Итак, как вы поняли, стресс-интервью – это собеседование, при котором специально создается нервозная напряженная для кандидата обстановка, чтобы вывести его за равновесие. Этот метод помогает выявить такие качества, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, гибкость поведения. Помимо основной цели, подобный вид собеседования обеспечивает выполнение следующих задач. Это выявление рамок стрессовой ситуации для кандидата на должность, за пределами которых человек срывается. Таким образом, интервьюер понимает, какая обстановка для собеседника считается стрессовой. Оценка способности будущего работника к преодолению нестандартных ситуаций, которые происходят в напряженной обстановке. Анализ умения кандидата управлять конфликтами, что помогает понять, как он будет вести себя при возникновении подобных случаев. Выявление потенциала собеседника, приспосабливаться к особым условиям и эффективно выполнять работу в нестандартной атмосфере. Существуют определенные рекомендации при проведении стресс-интервью. Первая рекомендация – не стоит сразу начинать со стресс-интервью. Данный подход следует использовать на втором или третьем этапе собеседования. В первую очередь, нужно понять, насколько уровень компетенции кандидата соответствует установленным парадметрам компании. Несмотря на то, что в принципе предупреждать о том, что будет проводиться стресс-интервью, нельзя ни в коем случае, тем не менее, нужно оповестить о том, что проведение диалога может происходить в особой форме. Например, перед интервью руководитель может задать личный вопрос и попросить показать особые способности. Если интервьюер решил использовать метод психологического давления, данный метод следует использовать постепенно, внедрять постепенно. Откровенную грубость на собеседовании использовать нельзя, даже если это стресс-интервью. Это может не только испортить компетенцию интервьюера, но и репутацию предприятия в целом. После окончания интервью следует объяснить всю кандидату и извиниться за предоставленные неудобства. Существуют следующие приемы, которые используются в процессе стресс-интервью. Первый очень популярный прием – это задержка начала собеседования. Когда интервьюер приходит на встречу позже назначенного времени, и это время может растягиваться достаточно долго. Второй такой прием – уменьшение дистанции между собеседниками, когда работник, который проводит интервью, начинает резко обращаться к кандидату на «ты» или обращаться по имени. Третий прием – это некомфортные условия, при которых сложно вести беседу. Это может быть яркий свет или неудобный стул, или необходимость слишком сильно поворачивать голову. Четвертый прием – нестандартное анкетирование. Здесь формируется большое число листов с большим количеством вопросов, которые могут не иметь никакого отношения к работе. Совместное собеседование – интервью, на котором используется несколько кандидатов на должность. Опрашивается сразу несколько кандидатов на должность, и возникает принцип конкуренции. Психологическое давление – очень тонкий прием, который нужно использовать с осторожностью. Здесь работник, который проводит собеседование, начинает задавать нестандартные провокационные вопросы или делать грубые замечания. Ограничение времени – вопросы задаются быстро. Человеку нет возможности долго обдумывать вопросы и ответы. Игнорирование собеседника – в ходе рассказа кандидата на должность интервьюер не обращает на него внимания и занимается личными делами. Сегодня существует большое количество стрессовых вопросов для выявления степени профессионализма кандидата. Некоторые из них вы видите сейчас на слайде. Например, какой зарплаты вы заслуживаете и почему. Здесь важно что? Важна не столько цифра, которую назовет кандидат, столько его реакции на данный вопрос. Также могут использоваться абсурдные вопросы – почему земля круглая, на чем стоит земля, почему медведи спят зимой и так далее. Примеры стрессовых ситуаций. Это пример, когда кандидата заставляют ждать очень долго, от 30 минут до часа. Кроме того, когда сразу беседуют несколько человек с кандидатом, которые сидят в разных точках кабинета, и здесь используется принцип «добрый и злой следователь». Интервьюер резко меняет темп речи, громкость голоса, что и является некомфортным для кандидата. Интервьюер в процессе собеседования не смотрит на человека, занимается другими делами на показ. Не дает возможности вставить ни слова с целью проверки вашего терпения, умения слушать и выделять главное. Бывают ситуации, когда стараются задеть кандидата, вывести их из себя. Или когда резко прерывается интервью и без объяснений покидается кабинет интервьюера. Либо интервьюер может переключаться с одной темы на другую. Отношения рекрутеров в данной методике далеко не однозначны. Многие кадровые агентства отказываются использовать стресс-интервью, предпочитая более лояльные способы общения с кандидатами, для которых поиск работы уже сам по себе является стрессом. Ну а самое главное, специалисты по подбору персонала должны обладать высоким уровнем знаний данной методики и быть уверены в том, что погружая кандидата в стресс, они не навредят его психике и смогут вывести из стрессового состояния. Для проведения стресс-интервью рекомендуется привлекать сторонних профессионалов, сотрудников консалтинговых компаний и кадровых агентств, которые специально обучались с применением подобной методики.